Сегодня в Ленском районе более 200 собак гуляют сами по себе. В начале зимы они особенно подвержены серьезным заболеваниям и становятся угрозой для горожан. Какую опасность они несут и возможен ли гуманный подход к решению проблемы, об этом в сюжете далее. Ранее утром завтрак по расписанию. На этой помойке между несколькими многоквартирными домами в центре Ленска всегда оживленно. Постоянные гости, бродячие псы. Сейчас спокойные, но за добычу грызутся постоянно. Подойти к мусоросборникам порой страшно. 90 ленчан в этом году обратились в Ленскую центральную районную больницу с жалобами на укусы собак. Кусали не только бродячие псы, нападали соседские и даже домашние питомцы. Степень угрозы здоровью самая разная. Несколько случаев прошло, что потребовалось стационарное лечение. То есть такие обширные укусы. Дети с укусами были. Встречались случаи, что укусы были даже у лица. Это не самое страшное. Собаки могут быть переносчиками различных заболеваний. Домашнего питомца, заботливый хозяин и на вакцину привезет, и на улицу одного не отпустит. Безнадзорный – всегда группа риска, особенно в периоды обострения и распространения болезни. Например, бешенство, которое проходит у млекопитающих, могут и люди заболеть. Именно это заболевание является сезонно и периодичным. Осенний-зимний период и зимний-весенний период. Вирус именно находится в слюне животных и при укусе может также, и на поврежденную кожу при попадании такой слюны могут заболеть. В октябре во всем Ленском районе насчитали 230 безнадзорных собак. Отловили 96. Деньги, всего 500 тысяч рублей на отлов животных, поступают из республиканского бюджета. Городской администрации говорят, они закончились еще в первом полугодии. Отловить безнадзорное животное – дело затратное, но все согласно республиканскому закону. Он рекомментирует отлов животных, бродячих животных, которые у нас бесцельно, бесхозно передвигаются по улицам города. Их осмотр, то есть должен осмотреть ветеринарный врач. Если собака больная, ее нужно вылечить, стерилизовать и отпустить во внешнюю среду обитания. Ну, как бы, и опять же, да, вопрос станет, а куда собачка побежит-то? То есть, по сути, мы не имеем права ее утилизировать. Вот и остаются собаки гулять сами по себе. И пусть спорят зеленые, но разъяренное животное уже не скрытое, а вполне реальная угроза. Интернет пестрит сообщениями о собаках-убийцах. Пока в городе не нашелся подрядчик, который возьмется за содержание питомника, а его в Ленске уже строили, каждый хозяин должен сам следить за своим животным, ведь безнадзорными собаки сами не становятся.